В Славянском районе доброй традицией стала отмечать Дни Станиц поселков-поселений. Этот праздник позволяет обратиться к истории, вспомнить тех, кто прославил благородным трудом свою малую родину. В каком из поселений района недавно встречали гостей, расскажут наши корреспонденты. Одной из самых благоустроенных не только в нашем районе, но и во всем крае сельских поселений, Прибрежная отметила свое 37-летие. На праздники в сельском клубе поселка Вишневого собрались все, для кого поселение стало судьбой. Поздравить жителей приехал глава района Роман Сенеговский. Это самое благоустроенное поселение. Кто может похвастаться таким наличием яблоневых и грушевых садов, наличием зелени. Я вас всех поздравляю с праздником. Желаю только стабильности, только динамики, как мы говорим, и развития, движения поступательного вверх. История будущего Прибрежного сельского округа началась в 1928 году, когда на северной окраине станицы Славинской, на левом берегу реки Протоки, было решено создать одно из крупнейших в мире плодовых хозяйств – совхоз «Садгигант». Датой образования поселения считается 1977 год. За это время в каждом поселке Прибрежного, а их пять, произошли позитивные изменения. Сделаны дороги, построены спортивные площадки, есть спортивное поле с искусственным покрытием, есть естественным покрытием. В общем, сделано. Есть возможность развиваться, во-первых, молодежи, есть три школы, три детских садика. Уже два года Прибрежное занимает второе место в крае по итогам конкурса на звание самого благоустроенного поселения. По словам главы Татьяны Сайгановой, признание на уровне края – это совместная заслуга власти и населения. Есть команда, есть профессиональные специалисты, но есть поддержка населения. Потому что там подводятся итоги не только, как работает администрация, а большой перечень вопросов социально-экономических. Поэтому я считаю, что на сегодня сложилось понимание жителей, есть хозяйство, которое поддерживает, есть профессиональный коллектив и вот все вместе – такой результат. В поселке Прибрежного славятся своей историей, трудовыми и культурными традициями. Конечно, главное богатство поселения – люди. Душевные, инициативные, трудолюбивые и талантливые. Есть такая народная мудрость, где родился, там и пригодился. Прибрежное для многих стало родным и близким, особенно для людей старшего поколения. И поэтому особые слова на праздники звучали именно в их адрес. Ветераны труда, почетные жители, представители трудовых династий, долгожители – все они – настоящая гордость поселения и пример для подражания. Валентину Самойленко на сцену вызывали дважды. Ее чествовали как представительницу одной из самых больших трудовых династий. Кроме того, в этот день Валентине Никифоровне было присвоено звание почетного гражданина Прибрежного поселения. Я очень довольна, конечно, что все-таки не забывают меня в этом возрасте. Я незабываема все время, как такие праздники в совхозе, и даже вот и Прибрежный сельский совет пригласил. Я очень довольна. Валентина Самойленко принадлежит к одной из самых известных трудовых династий садгиганта – калюжных кладь. Общий трудовой стаж, который составляет свыше 400 лет. Сейчас живем тут. Сейчас мои дети и внуки, и зять, и невестка – все работают в совхозе. Мы уже с мужем 50 лет отметили юбилей наш, вот в прошлом году осенью. Все семейно собираемся и приезжают, когда летом у нас гости приезжают. Без сомнения, любой поселок, любой населенный пункт живет и развивается до тех пор, пока в нем создаются семьи и рождаются дети. На праздники поздравили две семьи, в которых в этом году появились на свет младенцы. На сцене чествовали также работников, отличившихся в самых разных отраслях – медицине, образовании, спорте, творчестве. Какой же день рождения без сюрпризов? Подарок всем жителям прибрежного поселения – зажигательные выступления артистов из Краснодара, группы «Небеса» и шоу-балета «Космо». Алена Лавренова, Александр Косицын, программа «События». Алена Лавренова, Александр Косицын, программа «Космо» и шоу-балета «Космо» и шоу-балета «Космо» и шоу-балета «Космо» и шоу-балета «Космо».